Как относиться к непредсказуемым событиям? Может ли Каббала предложить какой-либо курс подготовки? Как себя вести в таких ситуациях? Можно как-то готовиться к этому? Не надо готовиться никак. Только одной фразой. Нет никого, кроме него. Вот и всё. Помогает? Помогает. Я тебе объясню, в чём дело. В чём подготовка заключается вообще? Подготовка заключается в том, что я ощущаю себя находящимся в мире единой силы. Эта единая сила управляет мной. Оставляет мне только маленькую свободу воли изменить себя. В подобии ей. Приблизиться как бы к ней. В мире подобия я к ней как бы приближаюсь. Ощущаю её больше, раскрываю её в себе. Если я таким образом поступаю, у меня нет проблем. Что бы ни происходило, происходит от неё. Что бы ни происходило, происходит как показатель, как выяснение того, что мне надо в себе изменить, чтобы уподобиться ещё больше ей. Ничего плохого не происходит. Потому что всё самое плохое, это только выявление, выяснение, анализ того, что мне надо ещё изменить, что мне надо ещё в себе исправить. Если человек таким образом себя подготавливает, то он вдруг начинает ощущать, что он идёт в унисон с этой высшей силой, и нет никаких неожиданностей. Никаких неожиданностей. Только приятные. Ну, попробуйте. Я не уверен, что получится. Это на самом деле так. На самом деле так. Если я предупреждаю все события, которые должны быть тем, что я исправляю себя заранее, то их не будет. Потому что все события происходят только для того, чтобы я себя изменял. В этом причина всех вообще изменений в мире. Если я вижу изменения в мире, это значит, что я в себе эти изменения ещё не произвёл. Да, я согласен. Мы в той передаче уже говорили, что я-то могу изменить своё отношение, но кто-то не изменит. Это не кто-то, дорогой мой. Это не кто-то. Если ты говоришь о единой силе, то ты говори о едином мире, о том, что это всё ты. То есть постоянно надо постепенно себя и мир изменять. Просто удержать эту картину. Не только эту картину. Ты должен понимать, что мир зависит от тебя. Но никуда мы от этого не денемся. Мы пришли уже к глобальному миру. Мы отталкиваемся от него всеми руками и ногами, но это нам не поможет. Я должен исправить мир. Начинай только это делать. Ты не должен его исправить вообще. Но как только ты начнёшь к нему относиться, к необходимости исправить, сразу же он начнёт выглядеть совершенно другим. Ты увидишь, насколько ты с ним находишься в гармонии. Всё зависит только от нашего отношения, от начала. Ну знаешь, как вот ребёнок. Не хочу, не буду, тут, тут. И на него все прямо бьют и ругают. И всё. Тоф, ладно, я с вами согласен. Мгновенно сразу меняется к нему отношение. Даже он только, он ещё ничего не исправил. Он только начинает соглашаться. Так и мы. Давай начнём соглашаться с тем, что надо себя исправлять и мир. Мир имеется в виду человечество, включением в него, его образованием, его воспитанием. Замесношением между людьми. А? Мир, вы имеете в виду, взаимоотношения между людьми. Да, 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 это я имею в виду мир. Не окружающий нашу природу. Именно нашу природу, собственную, человечество между собой. Если мы начнём себя исправлять, только начинать, только начать относиться к этому хорошо, сразу же мир начнёт выглядеть по-другому. Причём вы имеете в виду внутренние отношения, некая-то этика там просто красивая друг к другу. Конечно, это мы всё уже прошли, конечно. Только лишь наше внутреннее отношение, отношение человека к друг другу. Очень тяжело, очень тяжело понять это всё вещи. Попробуй, давай попробуем. Да, может попробовать надо, я согласен. Ничего не делая, начнём с... Будем немножко, изменим немножко отношения друг к другу. Вот не будем желать друг другу зла. Будем относиться друг к другу как к каким-то нашим, ну, родственникам, хоть немного близким. Ведь все мы находимся в одном мире, в маленьком. Ты так тут же сразу же почувствуешь, как мир становится теплее, благожелательней, равновесней. Всё становится как бы более собранным, более взаимозависимым, более удобным, безопасным. Всё придёт в норму. А кроме того, внутри этого ощущения, ты начнёшь ощущать вдруг себя совершенно на другом уровне, на какой-то подушке на воздушной. Вдруг в другом духе, в ощущении совершенства, в ощущении вечности. Это не психология. Это на самом деле то, что с нами произойдёт. Мы таким, изменяя отношение к миру, мы поднимаем себя на уровень существования не телесного, а в нашей душе. Но никто не увидит эти изменения. Только я увижу их, так ведь? Тот, кто так сделает. Тот, кто так сделает. Да, а остальное неважно. Что ты делаешь? Постепенно дойдёт до всех.